Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице, вместо того, чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательными. Самый порог дышит в них миловидностью, но исчезни она, и женщине нужно быть в 20 раз умнее мужчин, чтобы внушить к себе, если не любовь, то, по крайней мере, уважение. Впрочем, жена Шиллера, при всей глупости, была всегда верна своей обязанности, и поэтому Пирогову довольно трудно было успеть в смелом своем предприятии. Но с победой и препятствий всегда соединяется наслаждение, и блондинка становилась для его интереснее день и до дня. Он начал довольно часто осведомляться о шпорах, так что Шиллеру это, наконец, наскучило. Он употреблял все усилия, чтобы окончить скорее начатые шпоры. Наконец, шпоры были готовы. — Ах, какая отличная работа! — закричал поручик Пирогов, увидевший шпоры. — Господи, как это хорошо сделано! У нашего генерала нет этаких шпор! Чувство самодовольствия распустилось по душе Шиллера. Глаза его начали глядеть довольно весело, и он совершенно примирился с Пироговым. «Русский офицер умный человек!» — думал он сам про себя. — Так вы, стало быть, можете сделать и оправу, например, кинжалу или другим вещам? — О, очень могу! — сказал Шиллер с улыбкой. — Так сделайте мне оправу кинжалу. Я вам принесу. У меня очень хороший турецкий кинжал, но мне бы хотелось оправу к нему сделать другую. Шиллера это как бомбой ухватило. Лоб его вдруг наморщился. — Вот те она! — подумал он про себя, внутренне ругая себя за то, что накликал сам работу. Отказаться он почитал уже бесчестным, при том же русский офицер похвалил его работу. Он, несколько покачавши головой, изъявил свое согласие, но поцелуй, который, уходя пирогов, влепил нахально в самые губки хорошенькой блондинки, поверг его в совершенное недоумение.